Добрый день, глубокозавые члены диссертационного совета. Узверженный состав диссертационного совета под АЭС 020000615 человек. Присутствует 10, то есть 3 доктора по профилю рассматривания диссертации. Таким образом, форум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации флотов Дмитрий Сергеевич на тему разработка и анализ моделей для анализа показателей эффективности программно-категулированных сетей и алгоритмов разделения ресурсов и сетей. Диссертация представлена в соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1-2-3 теоретическая информатика-фибердитика. Научный руководитель доктор технический нос, профессор, заведующий кафедрой культурной информатики и теории вероятности факультета физико-математических и естественных наук РУДМ Самойлос Кастинок Дмитриевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, тогда приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена в кафедре информационной технологии РУДМ. Официальные оппоненты доктор физико-математических наук Моисеев Александр Николаевич, доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук Горбунова Анастасия Владимировна. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляет с ученым и секретарю совета Анастасия Вячеслава Гемидова. Пожалуйста, Анастасия Вячеслава Гемидова. В 2017 году с отличием мы окончим программу администратуры по направлению 02-04-02 на ментальной информатике и информационной технологии. В 2017-2022 году обучался в Успиратуре РУДМ. В программе у нас подготовка научных педагогических кадров под определением 0906-01, информатика, вычислительная техника, профиль, теоретические основания информатики. Соответствующие ученики специальности 1, 2, 3 теоретические подробности в интернетике подготовлены на диссертации. В мае 2023-го предпринимательства «Клавная информатика в теории вероятности» для подготовки и защиты диссертаций. С 2016-го подвиженского 2-го года будет работа в Управлении информационно-технологичных и обучениях оботочных технологических систем РУДМ в должности программистов 2-й категории. С 2022-го в настоящее время работает в дирекции по цифровизации РУДМ в должности программиста. С 2016-го в 2019-го по настоящее время работает в лаборатории управления информационным и инфокоммуникациям и прикладывает в формате теории вероятности в должности инженера. Все необходимые документы были представлены в Совет своего времени в полном объеме и имеются личные материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют крепкому положению присуждения. О порядке присуждения не в российском университете. Большое спасибо, Алексей Иславович. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Если вопросов нет, тогда слово предоставляет соискательный доклад. Пожалуйста, в 20 минут прошу вас уложиться. Уважаемые председатели, уважаемые члены сообщественного совета, коллеги, гости. В вашем внимании представляется доклад по материалам кандидатской диссертации на соискание ученой степени и кандидатской землинической науки по специальности теоретической информатики и кибернетики. Подготовлен под руководством доктора технических наук профессора Самуила Касима Евгеньевича на тему построения и анализ вероятности моделей гранично-многоходистых систем и разделения ресурсов безпроводных сетей. Целью работы является разработка и анализ вероятности моделей для расчета вероятности временных характеристик распределённых гранично-многоходистых систем и решение задач разделения ресурсов в безпроводных сетях. В диссертации следует цель и решаются три основные задачи, представленные на данном слайде. С вашего позволения, я их не буду зачитывать и прокомментирую в основном к этих задачах далее. На данном слайде представлены основные положения, выносимые на защиту, представленные по главам. Комментировать их тоже буду по дальнейшим слайдам. Из целей и задачи, решенные следует, следует содержание работы. Первым, я обращу ваше внимание, что помимо основных задач, была построена системная модель для измерения качества восприятия услуг пользователей при использовании базовых станций на бесплатных металлических аппаратах, построенных на оборудовании центра моделирования бесплатных сетей последующих поколений Российского Министерства Дружбы Народного. В работе был проведен аналитический обзор литературы, теоретические методы, заложенные в основу лечебственного исследования, выполненные российскими изобретательными учеными, представленные на данном слайде. Также список основоположников методов решения задач, применяемых в эксертации, также представленных на данном слайде. Перейдем к постановке задачи исследований. На данном слайде показаны конфигурации телекоменационной сети, ее основные уровни, такие как ядро сети, транспортная сеть, сеть доступ. И расположены на этих уровнях объекты исследований, показатели качества, которые подойдут анализу и изучению в кандидатской диссертации. На уровне еда в сети и транспортном уровне исследуется удел программного конфигурации сети. Эта задача решена в главе 1. В главе 2 исследуется технология разделения расчетов с тектором мобильной сети на уровне сети доступа. И, наконец, в главе 3 решается задача миграции услуг на сервере граничных вычислений, которые находятся на стыке транспортной сети и сети доступа. В дальнейшем, для краткости, я буду говорить МЕК для обозначения граничных серверов. Для всех этих объектов мы исследуем перечисленные ниже показательные качества обсудимые такие вероятности. Блокировки пользователей, перерывания пользователей, нагрузки на сеть и задержки в сети. Перейдем к представлению результатов главы 1. На слайде, на рисунке 2, представленная модель узла программного конфигурации в виде трехузловой системы массового обслуживания. Основной особенностью данной модели является декомпозиция сущности коммутаторов на два узла. Узел передачи данных, который на схеме отображен как коммутатор, и узла хранения правил мушетизации, который на схеме отображен как узел памяти. Правила мушетизации хранятся в узле память определенное время ТМ, которое обновляется при обработке и вступлении нового пакета МТО типа. Констанционирование таким образом системы описывается трехкомпонентным марковским процессом XAT, пространство состояния которого представлено на данном слайде. Для данной системы была построена и решена система уравнения равновесия, и также получены следующие характеристики, такие как среднее число пакетов, среднее время обслуживания в узлах моделей. Также был проведен численный анализ модели узла программы сети. Численный анализ проводился на небольших размерностях, поскольку в исследовании было важно понять качественные предназначения и качественное поведение, которые показаны в рисунках 3 и 4. Обращу ваше внимание на рисунок 4, где синяя кривая, обозначая среднее время обслуживания на контроллере, пересекается с красной пунктирной кривой, обозначая среднее время обслуживания на коммутаторе. Это обусловлено тем, что при увеличении интенсивности обслуживания, а соответственно уменьшении времени хранения правил узла и памяти, происходит увеличение нагрузки на узел контроллера, тем самым увеличивается время обслуживания заявок, снижая время обслуживания заявок на коммутаторе. Перейду к результатам в главе 3. Ввиду ограниченно-частотного спектра, необходимо либо расширять имеющиеся ради частоты, либо оптимально используем текущие диапазоны. Для оптимизации такого процесса используют технологии совместного использования лицензированного спектра, позволяющие операторам одной сети взять в аренду незадействие диапазон у другого владельца. На рисунке 5 схематически изображена модель системы массового обслуживания в виде системы массового обслуживания с ненадежными приборами, которые иллюстрируют полосу совместного использования. Ненадежность моделирует передачу радио-частот между операторами в танках их взаимодействий. Модель описывается трехкомпонентным массовым процессом XAT. Рассматриваются две модели управления совместным использованием радиоспектра. Модель со стягиванием на полосу использования – это модель 2. и модель с обслуживанием на выбранной первоначальной доступной полосе. На данном слайде представлены пространства состояния обеих моделей, их граф интенсивных переходов и матрицы интенсивных переходов обеих моделей. Для накопления временных характеристик модели на работе было доказано утверждение 1. Утверждение фактически дает рекуррентный алгоритм для вычисления стационарного распределения случайного процесса функционирования системы. В качестве следствия из этого утверждения получена формула для расчета вероятности показателей качества обслуженной системы. Это такие вероятности, как вероятность блокировки, вероятность прерывания обслуживания, вероятность перехода над обслуживанием на полосу индивидуального использования. Также для этой модели проведен численный анализ характеристик построенных моделей, рассматривал сценарий взаимодействия владельца радиочастот аэропорта, на время, когда самолет не взлетает, часть спектра, аэропорт отдается по аренду смежному снимке географически мобильному оператору. Оказаны вычисленные вероятности характеристико-процесса при различных параметрах для двух моделей разделения спектра. Особенностью темы является наличие локальных максимумов на рисунке 8C и 8D. Подобное поведение объясняется тем, что при определенной нагрузке на систему средний объем свободных ресурсов на полосе индивидуального использования и потенциальное количество пользователей, которые могут занять эти ресурсы, совпадая со средним числом пользователей на полосе совместного использования. Перейдем к результатам главы 3, в которой решается задача построения анализа моделей порога управления миграцией в сообществе доступа. Рассмотрена возможность миграции приложения видеоконтента на сервере ограниченных вычислений мег оператора мобильной сети, что изображено схематически на рисунке 9. Здесь же показано множество состояний системы, которые разбиты на два подмножества. Подмножество X1 и X0. В соответствии, X1 обозначает, что у нас обслуживание происходит с граничных серверов, а X0 означает, что услуга предоставляет с удаленных серверов себе беспровадить. Также для перехода множества X1 из множества X0 необходимо, чтобы число пользователей в систему достигло порога H. И система находится в множестве X1, L, N до того момента, пока число пользователей не снизится до порога L и не придет множество X1, L. И из множества X1, L оно может вернуться в исходное множество X0 и обслуживаться с удаленных серверов сервис-провайдер. Для анализа такой модели строится маркерский процесс, график которого представлены рисунки X10. По IC X отложено число пользователей, а по IC Y состояние множества рассмотренными нами на предыдущем слайде. S1 соответствует множеству X1, S2 соответствует... S равное нулю соответствует множеству X0. Предметом анализа является случайная величина времени пребывания заявки множеством X1, как показано на рисунке 11. Мы рассматриваем от момента входа в состояние X1, выделенное зеленым цветом, до момента выхода в поглощающее состояние, венаживающейся пространству X0. Для обоих процессов, в том числе для усеченного процесса, построены матрицы интенсивных переходов, обозначенные A и A с крышкой соответственно. Матрицы переходных вероятностей P с крышкой от T представимы в виде матрицы экспонента 3.1, и тогда можно найти вектор абсолютной вероятности 3.2 и 3.3 при начальных вероятностях 3.4, что позволяет нам найти функцию распределения случайной величины Тау-1 и тем самым решить задачу. В диссертации доказано утверждение 2, что функция распределения случайной величины времени пребывания процесса множества X1 определяется формулой 3.5. Получили также два следствия из этого утверждения, которые определяют математические ожидания дисперсия случайной величины Тау-1. Для проведения численного анализа рассмотрен сценарий для одной зоны операторов, в которой находится 300 пользователей, которые потенциально могут отправить запрос на предоставление услуги видеоконтента. А приложение услуги сервис-провайдера при достижении порога пользователей в 100 мигрирует приложение на граничные серверы МЕК. На рисунке 12 показаны графики, показана зависимость среднего времени обслуживания на граничных серверах МЕК от таких параметров, как средняя длительность просмотра, порог начала отключения МЕК и время выгрузки приложений из граничных серверов МЕК. Далее переходим к более сложному анализу, а именно поиску оптимального значения порога управления миграцией. Для этого все равно одна из возможных задач оптимизации среднего значения времени пребывания в множестве X1 перерывается набор ограничений, которые показаны на слайде, в том числе набор ограничений на саму случайную величину ТАО-1. Значения исходных данных аналогичны данным на предыдущем слайде и сведены в таблицу. На рисунке 13 показана диаграмма среднего времени пребывания множества X1, то есть обслуживания пользователей с граничной серверов МЕК. Если мы можем дать исходных данных, решением данной задачи оптимизации является точка при нагрузке на систему в 74 и при значении порога отключения МЕК в 64 пользователю. На данном слайде показана наушная новизна результатов данной работы. Для задачи 1 новизной обладает сама модель, поскольку она учитывает время хранения правила в узле программно-сервированные сети. Наушная новизна для модели 2 заключается в получении рекуррентного алгоритма для расчета стационарных вероятностей системы. И для модели 3 наушная новизна состоит в том, что получен метод расчета вероятелей характеристик в переходном режиме, то есть на функции распределения случайной величины ТАУ-1. На данном слайде показаны основные результаты о полученной стационарной работе. Они также имеются в автореферации, и я позволю их себе не зачитывать. И в заключении основные публикации, подготовленные мной за время подготовки стационарной работы. Из перечня журналов, вкладывающих перечня РУДН, также журналов, индексируемые в определенной базе СКОПУС, и также получше одно свидетельство о регистрации программ ЛЕВР. Таким образом, мой доклад закончен. Благодарю за внимание. Готов ответить на Ваши вопросы. Обращаю, спасибо. Есть ли вопросы к искателям? Пожалуйста, Елена Васильевна, можно с места, не надо выходить. Дмитрий, на 17-м слайде Вы сформулировали задачу оптимизации, но не сказали о том, как ее решали. Можно несколько слов? Как Вы решение получили? Данная задача, ввиду того, что она решалась на небольшой размерности, решалась практически методом перебора, то есть, получается, численное было решение, потому что это не требовало в рамках поставленных задач решения в каком-то идее. Спасибо. Добрый, коллеги, ответим. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста, назовите себя. Добрый день. Добрый день. Математическое моделирование искусственного интеллекта еще не выучил, как он называется, доцент. Там был, когда Дмитриев рассказывали результаты третьей главы, там был рисунок одиннадцатый, и там несколько воплощающихся состояния. Вы не могли бы Вы пояснить, в чем смысл, почему это несколько, то есть почему так получилось? Спасибо. При таком пороговом управлении обычно используется одно поглощающее состояние, то есть один тип перехода в нижнее множество. У нас в рамках этой задачи требовалось для возможности отключения бесшовного серверов, мне требовалось учтение именно возможности перехода не из одного состояния, а из нескольких данных множеств. Буду удовлетворительным ответом. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, тогда разрешите предоставить слово научному руководителю-соискателю. Спасибо. Уважаемый федерационный совета, Дмитрий закончил с отличием аспирантуру, а с отличием, я даже это забыл, в 2018 году. Сейчас он заканчивает фактически не только аспирантуру, но защищает при этом диссертацию. Значит, у него есть отличительные особенности, как положительные, так и отрицательные. Я говорю только о положительных сегодня, естественно. Он работает в том самом центре моделирования беспровозных сетей, и он знает технологии, ну, как один из немногих вообще на кафедре и тех людей, которых я знаю. И умеет делать все руками при этом. Поэтому все, что он здесь говорит об объектах исследования, ну, он лично прошел в лабораторных условиях. Но при этом у него интересы его скачут, я их не ограничивал. Вы видели, что фактически решаются три задачи, да, которые объединены одним объектом исследований, что он обосновал и сказал, что они объединены едиными методами. Он хорошо, конечно, владеет методами маркетских процессов, как всегда делается в школе математической теории телетрафика. То есть он грамотно очень поменяет эти методы и может получать там еще, значит, теоретические результаты. Этого всего он достиг сам. Ну, из отрицательных сторон. Конечно, руководителю с ним сложно. Он делает все в последнюю секунду. Как всегда, но делает положительно. Поэтому я очень доволен работой ученика. Он хороший очень сделал доклад, с моей точки зрения. И я прошу членов совета поддержать его работу. Спасибо. Большое спасибо. А есть вопросы к Насте Евгеньевичу? Если вопросов нет, тогда слово для оглашения отзывов, полученных на арк-реферакт, предоставляется ученому секрету совета от стихи Вячеслава Евгеньевича Николаевича Николаевича. Буквотехнических наук, профессор, заведующий лабораторий номер 69, истет в проблем управления методом Толлара. Отзывы данной положительной оценкой арк-реферакт и указаны следующие недостатки. В описании второй главы отсутствует определение обозначения переменных и функций, что затрудняет понимание приводимых рассуждений. В главе 3 было бы царя собратно смотреть модель в виде ресурсных смот, так как одним из ключевых параметров применения гонеграничных серверов является увеличение пропускных способностей на основных сетевых ресурсах, в некоторых формулах используются шрифт, а вратные формулы не предполагают наличие вне инвекторов и матриц. Второй положительный отзыв на арк-реферакт поступил от Кучерява Андрея Евгеньевича, доктор технических наук, профессора заведующего кафедра сети связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета имени Горгий Преевич. Отзыв содержит продукт-карактеристику, диссертацию и актуальность решаемых задач. В качестве замечания отмечены следующее В работе имеются отпечатки и согласование работ в путешествии, стилистические неточности. Также в разделе 2.2 сказано, что построена марковская модель в виде смодуля анализа управления доступом к радиоресурсам, знака видит систему, хотя в тех, кто поэфераты не описывает. Третий положительный отзыв поступил от Севастьяна Антону Леонидовича, доктор кандидата физико-гуменологических наук, доцент изместительного начального управления цифровизации образования в высшей школе экономики. В отзыве отмечена новизна решаемых задач, также значимость полученных результатов. В качестве замечаний отмечены. Из текста раздела 2.2 непонятно разница между рассмотренными режимами работы систем, и для которого право из режимов получат проведенные алгоритмы. В разделе 2.3 говорится, что проведен сравнительно на этих двух режимах, одна-три из графиков непонятно, в каком режиме относятся кривые. В разделе 3.3 следовало бы выписать ограничения системы вместе с оптимизационной задачей. Четвертый положительный отзыв поступил от Пшеничникова Анатолия Павловича, кандидат в докторе физико-гуменологических наук, доценки профессора кафедра сети системы коммутации Московского технического университета связи на автомате. Вот всегда положительная оценка автореферата. В качестве замечания указано, что на рисунке 1 в чудо-белом исполнении применение различий, а также на четвертом рисунке были указаны единицы изменения на джорский на систему. Большое спасибо, Василия Вячеславовна. Теперь мы должны предоставить слово для ответа на замечания на авторефераты соискателю. Пожалуйста, встаньте и ответьте на все замечания. Замечания на отзывы на автореферат в целом согласен. Мог бы комментировать некоторые из них, но комментарии пересекают с замечаниями оппонентов преподавайте мне. Хорошо. Есть ли вопросы к соискателю по его ответам на замечания? Если вопросов нет, тогда переходим к заслушиванию официальных отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору физико-математических наук Моисееву Александру Николаевичу. Пожалуйста, Александр Николаевич. Еще раз добрый день, коллеги. Работа Дмитрия Сергеевича, в принципе, мне понравилась. Она достаточно такая цельная, стройная, сконструированная. И хотелось бы отметить, на мой взгляд, что является достоинством этой работы. То, что в ней предложены математические модели в виде сетей массового обслуживания, которые здесь применяются для моделирования программы конфигурированной сети с выделением особого узла, который отвечает за правила маршрутизации. Также предложены некоторые новые схемы или элементы схем распределения радиоресурсов в беспроводных сетях. И разработан соответствующий алгоритм расчета вероятностных характеристик. Я считаю, что полученные результаты могут быть применены для проектирования и оптимизации сетей передачи данных. К сожалению, есть ряд замечаний по работе. В частности, наверное, таким одним из критических замечаний, то, что в работе имеется достаточное количество опечаток. Местами эти опечатки затрудняют чтение диссертации. Следовало бы, конечно, провести дополнительную проверку текста. Ну и в качестве напутствия я хотел бы сказать, что в математике у нас одним из главных достоинств математики является тщательность. То есть всегда нужно убеждаться в полученном результате и так далее, перепроверять. То же самое касается и текста математического. Обязательно всегда нужно его лишний раз перепроверить. Второе замечание. На странице 55-56 приводятся формулы для вычисления основных показателей эффективности, однако не упоминается такой важный показатель, как время отклика или время пребывания системами для СМО. Третье замечание. Модель, предложенная в голове 3, предполагает экспоненциальный характер распределения вероятности величин, вовлеченных в описание системы. Но современные исследования показывают, что эти распределения, особенно для трафика видеоконтента, которые как раз рассматриваются в диссертации, имеют свечной и самоподобный характер, так называемый candle-type трафик. Этот момент следовало бы как-то отразить в диссертации. Четвертое замечание. Хотелось бы увидеть сравнение полученных в главах 2 и 3 численных результатов с результатами натурного эксперимента или результатами имитационно-моделирования соответствующих систем. Отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученной в диссертационной работе результатов. Я считаю, что диссертация является хорошо структурированной, логически выстроенной научно-квалификационной работой, которая выполнена на актуальную научную тему и содержит оригинальные результаты, направленные на развитие методов оценки и расчета вероятностных характеристик телекоммуникационных сетей. Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы утвержден ученым советом оборудован протокол номер 12 от 23.09.2019 а ее автор Пулуэктов Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. Большое спасибо Есть ли слова к Александру Николаевичу? Вопросов нет? Слово для ответа официального оппонента представляете сельскохи Я согласен со всеми замечаниями первого оппонента отвечу на второй и третий задействующий По второму замечанию в системах LSA время отлика как правило не является критичным и не зависит от того в какой полосе частот работает пользователь поэтому показатель не рассматривался Если бы рассматривался, то модели надо было бы модифицировать добавив время распространения и пребывания в очередях других узлов сети По третьему замечанию замечание справедливо но исследование процесса миграции услуг на границу сети во-первых направлено на качественный анализ загрузки транспортной сети а во-вторых основные временные параметры такие как время просмотра измеряются десятками а то минут, а то и часов поэтому упрощенная экспертенциальная модель обрезается достаточно адекватной Спасибо Вы заверен ли официальный оппонент? Спасибо Тогда слово предоставляется второму оппоненту кандидата физико-математических наук Горбунова Анастасия Владимировна Пожалуйста, Сея Владимировна Прежде чем приступать непосредственно к изложению текста отзыва я хотела бы сказать буквально несколько слов о своих общих впечатлениях от прочтения диссертации На мой взгляд, диссертация действительно выполнена на хорошем, достойном уровне в силу нескольких причин Во-первых, проведена значительная работа с первоисточниками с литературой по теме выбранной научной проблематики отчетливо прослеживается логическая связь между всеми главами диссертациями Широко используются возможности математического аппарата при исследовании поставленной задачи Ну и все выводы, соответственно, полностью соответствуют всем задачам что и должно быть в диссертации Что касается актуальности темы диссертационного исследования то могу отметить следующее В основе, основополагающим компонентом технологического процесса в телекоммуникационной отрасли является обеспечение гибкости инфраструктуры для того, чтобы быстро развернуть и предоставить пользователю появляющиеся новые виды и типы услуг при этом с учетом требуемого их качества Ожидается, что сети 5-6 поколения обеспечат такие типы услуг При этом для успешного функционирования всей системы потребуется использование современных технологий и методов Можно выделить несколько таких важных требований к сетям нового поколения Это простота в развертывании, гибкость, масштабируемость, энергоэффективность и экономичность При этом один из векторов развития таких сетей включает в себя исследования, направленные на повышение эффективности направленные на повышение эффективности использования радиоспектра для предоставления услуг пользователям Кроме того, важную роль играет использование различных сетевых функций Например, программно-конфигурируемых сетей, сетевых функций виртуализации а также мобильных граничных вычислений которые наряду с централизованными сетевыми функциями оказывают благоприятное действие на повышение производительности сети В силу всего вышесказанного считаю, что тема диссертационной работы является актуальной и полностью соответствует специальности С разрешения диссертационного совета опущу основные характеристики диссертационной работы содержания научную новизну достоверность результатов и перейду к изложению обязательной части, то есть к замечаниям Итак, по работе имеются следующие замечания Первое. Во второй главе для расчета стационарных вероятностей системы получен рекуррентный алгоритм но не приводится сравнение его эффективности с другими методами например, методом Гаусса-Зейделя проводилась ли такая оценка Второе. В тексте работы следовало бы использовать единые термины при описании и построении математических моделей систем массового обслуживания а именно заявка и приборы как наиболее распространенные описывая при этом более детально их соответствие конкретному компоненту физической системы Третье. В главе 3 стоило рассмотреть модель в виде ресурсной системы массового обслуживания так как одним из ключевых параметров применения граничных серверов является увеличение пропускной способности на основании сетевых ресурсов В некоторых формулах присутствуют ошибки с отображением символов например, на странице 54 Пятое. В разделе 1.2 стоило провести описание моделей каналов между дроном, пользователем и базовым станцией которые были бы сопоставлены с данными, приведенными в таблице 1.1 Но при этом хочу заметить, что отмеченные недостатки не снижают научную ценность полученных в диссертационной работе результатов Сама диссертационная работа соответствует всем требованиям предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук а ее автор, П.Л. Эктор Дмитрий Сергеевич заслуживает присвоения ученой степени кандидата наук Ну, сегодня клаузу прочитайте Заключительно сразу надо читать Заключительно сразу Хорошо Прошу прощения Прошу прощения Предъявляемых диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Согласно пункту 2.2 Раздела 2 положения Присуждения ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждением Высшего образования Российский университет дружбы народов Утвержденного ученым советом РУДН Протоколом номер 12 А 23 сентября 2019 года А ее автор, коллектор Дмитрий Сергеевич Заслуживает присуждения Ученой степени кандидата физико-математических наук По специальности 1.2.3 Теоретическая информатика и кибернетика Большое спасибо Есть ли вопросы к анастасии университетам? Если вопросов нет, то слово для ответа официально осуждите, пожалуйста Официальный оппонент предоставляется из статьи Я согласен со всеми отзывами второго оппонента Отвечу на первое замечание Оценка полученного алгоритма по сравнению с методом Гаусс-Цель Проводилась на некоторых наборах исходных данных Рекулин показал более быструю работу К тому же при выводе алгоритма Вторичную пользу дают формулу для вычисления стратегистик моделей Краткость вашей сестры Удовлетворен для официального оппонента ответа Спасибо К сожалению, третий оппонент Доктор технической ноги Скипанов Сергей Николаевич отсутствует Но в деле имеется его отзыв И попросим Анастасия Вячеславовна Зачитать борьбу третьего оппонента Все это специально понятное Доктор технической работы В настоящее время Настоящее время наблюдается Рост числа устройства Позже 900 мобильных сетей Но в технологии системы этого поколения Методопитания предприятий Подсвоящее поддерживающее Скорость передачи данных Советов Полтное насыщение пользователей Предоставляющего эти процессы Последние данные Представлены Ведущими участниками рынка Поза оказывают, что Устройство Позже 200 миллиардов По штук Ко 23-му году Для бесплыводных сетей Основным ресурсом Является радиочастотный спектр Который Необходимо эффективно использовать Принцип совместного Испектра Послоняет операторам Ворожайцам Доставлять свои радиоресурсы В аренду на период Когда их не используют По росту эффективности Испектра Также возможно За счет Применения Трехмедной гетерогенной Сетевая структура Которые В дополнение Сетевая структура Используются ДПЛА И аэростат Которые Возвращение Транспортной Инфраструктуры И повышение Качества услуг Для этого Применяются Такие технологии Программы Конфигурируемые Сети Сетевой функции Виртуализации Играничные Вышления С множественным Доступом Позволяет Обеспечить Большую Транспортную Сетевую структуру Для динамической Организации Сетей Передачи Для решения Таких задач Может быть Аппарат Математических Теоретей Вчера Построения Анализа Систем Массового Обслуживания Можно Проводить Анализ Модели Сети И Параметры Инфраструктуры Ввиду Вашего Вложенного Считаю 1-2-3 Теоретическая Информатика Кибернет Наре Отдаются Характеристика Каждой Главы Диссертационной Работы Достоверность Ненавизна Результатов Диссертации Диссертации Содержит научные Результаты Полученные Организации И анализы Транспортная Программа Представленная В отличие от Известных Моделей С учетом Действительности Применения Программа Маршрутизации Новизной Для моделей Использования Рекурентного Алгоритма Для Применения Моделей Справления Для Миграции Приложения На Граничные Облачные Серверы Для Подтверждения Достоверности Полученных Результатов В главах 2 и 3 Диссертационных Уседований Представлены Доказательства Расформулированных Утверждений В главе 1 Достоверность Научных Выводов Подтверждается Выбранными Методами Исследования Которые Заключаются В применении Аппарата Теории Массового Обслуживания Мемуляции Приложенных Реальных Систем Степень Обоснованных Научных Положений Выводов Рекомендаций Математически Корректными Утверждениями В рамках Теории Массового Обслуживания В рамках Численного Анализа Исходных Данных Результаты Достаточно Полно Представлены На Международных Конференциях И Результаты Полученных Рекомендаций Теоретически Практическую Теоретическую Значимость Работы Применение Моделей Математического Аппарата Теории Массового И анализа Телекоммуникационных Сетей Практическим Применением Результатов Может служить Использование Получных Методов И аналитических Формул Теоретическими Операторами При проектировании Оптимизации Сетей И сервисов Основные Результаты Сложно Вести Работы В одном Издании Рекомендованного И списка Рудуэн Сдержание Аппарата Полностью Соответствует Основной Положению Диссертации И замечания По работе Вместе Следующее В диссертации Следовало более Четко определить Объекты Предмет исследования Вместе Хотелось бы увидеть Сравнение чтенного анализа Модели Представленного В работе С мониторационным Проделированием Или Анатольным Экспериментом В разделе 2.1 Диссертации Следовало представить Схему Модели СМО Которая Увлечила бы Понимание Постройной системы В тексте Диссертации Отвечаются Опечатки И стилистические Точности Следовало бы Провести Выческого Документа Отмеченные Недостатки Не снижают Научную ценность Полученную Диссертационную Работу Диссертационная Работа Дмитрия Сергеевича Нотия Построение Анализ Вероятность Модель Дерамичных Моломоколов Среди Сетей Законченная Работа Содержащая Новое решение Актуальных Задач При Проектирование Управления Коммуникационными Сетями Наукополения Работа Соответствует Требования Диссертации Кандидата Физико-минфотических Наук Согласно Согласно Финку Уголовного Положения Присуждения Ученых Народов Ученым Советом РУДН 12-12-23 сентября 2019 года Дальше Автор Дмитрий Заслужил Присуждение Ученой Степени Кандидата Технических Объекты Исследования Но Мы дали Лишь ссылки На необходимые Источники Чтобы не увеличить Объем работы Кроме того Рисунка 1.1 С уровнем сети По нашему мнению Достаточно Для определения Объекта Исследования 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 Смело Теперь Передаю Дискуссию Кто Хочет Выставить По заслуженной Диссертации Пожалуйста Хоть кто-нибудь Да Пожалуйста Можно с места Хорошо Спасибо Глубокоуважаемый Председатель Глубокоуважаемые Члены Диссертационного Совета Я считаю Достоинством Диссертации Что три задачи Три постановки задачи По числу Глав диссертации Позволили Продемонстрировать Три разных метода Которыми владеет Диссертант И которыми Мы работаем Все В институте Прикладной Математики Телекоммуникации Под руководством Профессора Самулова И В школе Математической теории Телетрафика Ну а уж То, что Дмитрий Сергеевич Разбирается Отлично в том, как строить Руками строить Из деталей Те системы Те системы Те системы Компоненты Сети 5G На которых Эти формулы Можно проверять В этом сомнений нет Потому что И студенты Нашего института И аспиранты Нашего института Их всегда можно видеть В лаборатории Те системы Те системы Наук И призываю Членов детсовета Те Те системы Те системы Те системы Советую То, что Грамотно Четко Рассмотрели Данную Диссертацию Я на голосование Членов совета Прошу голосовать Всех остальных Прошу выйти в коридор Не надолго Петро Тебе Удал Спасибо, спасибо. 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 Прошу всех вернуться. Спасибо. 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 Итак, перерыв завершен. Слово предоставляется председателю счетной комиссии. Пожалуйста. Протокол номер один заседания счетной комиссии диссертационного совета ПДС 0200.006 от 17 ноября 2023 года. Состав диссертационного совета, утвержден в количестве 15 человек, присутствовал на заседании диссертационного совета, в том числе и доставов науки по специальности рассматриваемой диссертации, 3. Роздано привлечение 10, осталось нерозданными 5, а оказалось в урне 10. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук УЭК Дмитрию Сергеевичу. За 10, против 0, недействительных привлечений 0. У меня все. Большое спасибо. Кто за утверждение предокола счетной комиссии? Прошу голосовать. Кто за? Против? Водержался? Принято единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотренной диссертации, право заключения, розданным членам совета. Есть ли дополнения, изменения, предложения? Можно? Да, пожалуйста, Михаил Владимирович. Мне бы казалось, на второй странице, в формулировку при публикации, тут не указано, сколько статей имеется. Тут сказано работ, а сколько из них статей не указано. Это не требуется? Опечатка. Это не требуется. Кстати, Сергей Сергеевич, извини. Извините. В самом начале, когда читаете документы, обеих, по-моему, они выполняли работу на кафедре информационного табора. Да, это печатка. Это хорошая традиция. Это печатка. Ну, всем за счет нам. Конечно. Вы не против. Кто за принятие текста заключения? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание отчетной степени кандидата физико-математических наук, представленная полуэктом Дмитрия Сергеевичем, является научно-оквалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи. Построение анализа вероятности к модели граничных многопользовательных систем и разделение ресурсов беспроводных сетей. Работа, отвечая всем требованиям к диссертациям на соискание ученой степени, кандидата физико-математических наук по специальности 1, 2, 3, теоретической информатики, кибернетика, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней, Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования, Российский университет дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН, протоколом номер 12, от 23.09.2019. На основании тайных голосования полуэктов Дмитрия Сергеевича присуждается ученая степень, кандидата физико-математических наук по специальности 1, 2, 3, теоретическая информатика, кибернетика. И есть ли у присутствующих замечания поведение заседания? Если замечаний нет, то разрешите поздравить Дмитрия Сергеевича с успешной защитой 10 раз. На сегодня ничего больше нет.